Народная мудрость гласит Является еще по совместительству кандидатом философских наук То есть тема личного счастья и что такое счастье вообще для вас, я так думаю, очень близка Одна из подвидов, скажем так, нашего разговора – это позитивное мышление Но слово «позитив» я не очень люблю, потому что оно сейчас опошлилось Я бы заменил его, наверное, на мышление такого «счастья», то есть осознание человека в самом себе, в обществе, как человека счастливого И вот первый вопрос мой такой – христианство наряду с многими другими религиями учит ли человека быть счастливым? Потому что Будда учит, а Ошо, индийский, скажем так, просветитель, который не так давно умер, тоже учит А вот христианство учит ли человека быть счастливым? Или нужно постоянно страдать? Христианство учит человека быть счастливым Другое дело, в чем человек может обрести это счастье? Мы говорим о здесь и сейчас Не о том, что я буду жить и где-то там, на том свете, мне это счастье будет А вот часто без представления, без этой трансценденции, без представления о том, что где-то и когда-то, а не сейчас, без этого часто не может быть счастье Другое дело, что действительно христианство настраивает человека на том, чтобы быть постоянно в контакте В контакте с Богом, в постоянной молитве, в постоянном внутреннем общении, в пребывании, в энергии Бога, в благодати Божьей И более того, смысл существования христианина, смысл христианской жизни определяется отцами, в том числе Серафимом Саровским Как стяжание Святого Духа, стяжание этой благодати, этой энергии, которая выражается в том числе и в чувстве радости Вот она действительно может принести счастье, и это духовное состояние, но то состояние, которое сопряжено с верой И неизбежно с верой в потустороннее, в продолжение своего собственного существования Вот оно как раз и может принести подлинное счастье А все остальное, то, что по-сюстороннее, оно такого счастья принести не сможет Даже если мы будем пытаться его измерить в чистоземных категориях Вот если говорить о позитивном мышлении, вот современный модный такой тренд, который продвигается уже, наверное, лет как 20-30 Это психологическое явление, когда психолог заряжает человека, скажем так, программирует его на то, чтобы человек жил в этом обществе потребления И оставался, ну, наверное, самодостаточным, как минимум, чтобы он мог ощутить себя Потому что в гонке мы себя не ощущаем, да, в гонке ты часть потока А вот, может, я не сформулирую это по-детски, но счастье в этом потоке ощущать себя Вот можно ли так сказать, что это есть позитивное мышление? Ощущать себя, находиться в радости от того, что я живу, у меня есть там руки-ноги, дети, там, семья, собака Давайте сразу определимся вот с этим модным трендом, то, что вы обозначили таким словом Что именно позитивное мышление, что мы под ним подразумеваем Дело в том, что то, что вы дальше перечислили, это область психологии Действительно, есть психологические направления, есть даже психологические там практики Которые связаны с культивированием в самом себе такого настроя С воспитанием определенного самоощущения, своей значимости и так далее Это все психологическая сфера, которая в данном случае меня мало интересует Хотя действительно, если мы говорим о влиянии душевного состояния на наше здоровье То это тоже еще одна область, которая примыкает сюда Это вполне естественная область, которая не связана ни с оккультизмом, ни с религиозной сферой Например, некоторые болезни имеют психосоматический характер Мы знаем, что, допустим, не всегда, но может быть сахарный диабет Гипертония Гипертония, да, некоторые другие Неврологические заболевания Могут быть вызваны внутренним состоянием А значит, мое мышление, способ моего мышления, его позитивность или негативность Они могут влиять на мое внутреннее состояние И значит, я могу при определенных условиях получить даже исцеление Если это источник заболевания, психосоматика То значит, соответственно, исцеление тоже может быть психосоматическим Мы знаем даже такие из нашего опыта, из исторического опыта Что во время Великой Отечественной войны Поскольку организм человека всегда находится в таком стрессовом состоянии Он внутренне мобилизован То у людей проходили такие банальные, повседневные, характерные для мирной жизни заболевания Как там радикулит, насморк и так далее Вот это все область психосоматики И в более широком смысле область психологии Но то, о чем мы сейчас с вами говорим И то, что мы будем рассматривать, это несколько иное Это оккультное направление Которое связано с представлением о том, что мысль способна воздействовать Неопосредованно человеческой деятельностью Не на собственное тело, а на окружающую среду На вселенную, на мир в целом Или на другого человека Непосредственно оказывать воздействие То есть мысль способна формировать реальность В основе этого лежит чисто магический принцип Принцип симпатической магии Подобное вызывает подобное Подобное рождает подобное Если говорить о словах Есть знаменитая русская пословица Хорошее слово и кошке приятно То есть, соответственно, и в словах есть какие-то заложенные вещи Которые способны лечить либо калечить И есть другое, не менее знаменитое выражение Поле брани Почему его так назвали? Не так давно узнал Потому что человек выходил в поле И это было единственное место, где разрешалось ругаться матом И оттуда пошло поле брани То есть человек, скажем так, исторгал из себя Ударил молотком, попал по пальцу Он выходил в поле и говорил все, что он думает про этот молоток То есть все-таки нужно как-то дарить добро И можно дарить добро словами И нужно как-то стравливать из себя этот негатив Правильно? Сейчас момент, давайте только опять определимся Если речь идет о вербальном общении Если вы слышите мое слово Разумеется, вы каким-то образом на него реагируете На его смысл Это вполне естественная сфера Это мы назовем общением И здесь могут действительно быть слова, которые ранят Или даже слова, которые убивают Потому что они каким-то образом влияют Через ваш слуховой аппарат на вашу психику Правильно? Но если мы говорим сейчас о проклятии как таковом Библии же тоже описывают А когда приписывается магическая сила Творящая сила самому слову Либо негативному слову, как проклятие Либо позитивному утверждению, аффирмации То мы уже переходим в сферу оккультного и магического Оккультного, говоря, ну скажем так О сверхъестественном, не говоря в негативной коннотации Да, можно сказать области сверхъестественного Другое дело, что сама магия Она не воспринимает это как нечто сверхъестественное Она-то как раз все время пытается С помощью различных сиентистских приемов С помощью различных квазинаучных терминов Подождите, какие сиентистские приемы Притянуть то, чем она занимается В сферу науки И значит декларировать это как нечто естественное Ну нет, подождите А Давид, который проклинал своих врагов И потом с этими врагами случались несчастья Описанные в Библии Допустим, по-моему Пророк Иезекииль, который проклинал людей Исайя Это же реальные персонажи Ну, если верить Библии Которые существовали И слова которых несли реальную силу Разрушающую Да, заклятие, проклятие Другое дело Там очень много было этих моментов в Ветхом Завете Просто гигантское количество описано Наряду там с войнами Выходили пророки, которые проклинали города И города разрушались Ну, под разными причинами Ну, Великон несколько иначе был разрушен После семикратного обхождения По повелению Божьему Да Здесь еще мы одной темы коснулись Очень важной Которая вообще не с психологией Ни с естественной областью Ни с наукой не связана Это различия религии и магии Вот религия всегда предполагает Что есть некое сверхъестественное начало Личностное начало Бог или боги Если мы говорим о язычестве К которому можно относиться только с просьбой Просить При этом эта сверхъестественная высшая сила Она может либо согласиться с тобой Либо отказать тебе Она может сказать тебе нет Вот там, где мы этого не допускаем Где мы утверждаем, что это высшая сила Она подчиняется некому закону Или она имманентна мне И я сам могу ее управлять Как правило, представители оккультного направления Магического, они считают, что бог это некая Разлитая в природе сила Мана или мага и так далее Есть там разные названия Этой силы Но ей можно управлять А значит, если ей можно управлять То я ее подчиняю Я уже требую То есть, получается, религия – это просьба А магия – это сделаемые Это попытка подчинения этой высшей силы Исходя из ложного представления об этой высшей силе Что она может управляться Богом, на самом деле, конечно, управлять нельзя Что касаемо проклятий Дело в том, что Если есть это личностное начало, бог То он может все это мое проклятие аннулировать Если он благословил, допустим, человека Того же Авраама То никакие проклятия, никакая магическая порча Ничто уже не способно причинить ему вреда А если мы говорим о том, что Никакой пророк Валаам не может действиями каких-либо проклятий Его же просили наложить проклятие на еврейский народ Но поскольку он руководствовался Еврейский народ, точнее, исполнял волю Божью То ничто ему не могло повредить Так вот, эта сила или воля Или решение божества, этой высшей силы Она определяющая Никакое проклятие не способно действовать само по себе Я не обладаю этой чудотворной силой Заложенной во мне Потому что я-то как раз не бог Которая могла бы механически Или магически произвести некое воздействие На самом деле проклятие Это с христианской точки зрения призывание Не чистой силы, помощь мне Если позволит бог По грехам того человека На которого я могу наслать порчу Стараться наслать порчу Если позволит бог Тогда это возымеет воздействие Если вы встречали, допустим, американцев Нашу, скажем так Нацию антипод, какую часто стараются представить Они очень часто В начале 90-х говорили, что мы очень похожи Не знаю Но по внешнему проявлению не очень Вот даже я, когда ездил туда В Штатах все очень улыбчивые Очень внешне счастливые люди В России все с точностью наоборот В России натянул шапку на уши потуже Боротник поднял, потому что зима И ходишь, смотришь на всех из-под логи Это, видимо, связано с культурой успеха Которая декларируется И в рамках которой ты должен существовать Ты должен быть респектабельным Это, в общем, имеет религиозные корни Вот Мне хотелось вот об этом тоже поговорить То есть, может быть, все-таки дело в религии? Может быть, протестантизм учит человека быть счастливее? Имеется в виду ветви религии, простите Протестантизм делает человека быть счастливее А православие немножечко его заставляет страдать больше? Нет, не совсем так Или совсем не так Другой подход, совсем другая подоплека Дело в том, что американская культура А вы правильно сказали, что действительно культура Она от слова культ происходит И имеет в основе религиозную основу В культуре всегда заложено Действительно нужно смотреть на религию Которая формировала культуру той или иной страны Если мы говорим об Америке То она создана пуританами, кальвинистами У которых в определенный момент времени Появилось представление о том, что Ну, прежде всего, это в самом кальвинистме заложено Что все люди предопределены Двойное предопределение Либо к вечному спасению Либо к вечной погибели Так вот, у американских пуритан Появилось желание узнать А вот я-то, меня Бог спасает или нет И на определенной стадии появилось представление о том Что те, кто предназначен к вечному спасению Тех Бог каким-то образом возвышает Уже в этой жизни благоприятствует И их бизнес процветает И отсюда как раз и рождается Эта американская культура успеха То есть здесь сатериология Представления о спасении заложена в основе Поэтому, а для того, чтобы мой бизнес процветал Я должен работать, работать и работать И должен декларировать Вот своим состоянием, своей респектабельностью Что я-то как раз спасенный Вот здесь сюда восходят корни этой культуры И то, что вы говорите об улыбке Это часть той самой респектабельности Внешнего успеха Которого я должен добиться Для того, чтобы получить внутреннее удостоверение О том, что я спасен А снова такая религиозная Говоря вот о проявлении позитивного мышления Как явления в социальных массах Не так давно, по-моему, лет 10 назад Вышел знаменитый американский фильм «The Secret», где очень обсуждалась тема самости и счастья Эта тема мне достаточно близка Потому что фильм очень понравился Естественно, там такие, ну, вечные истины В очередной раз были донесены до человечества Как вы считаете? А какие истины? Ну, скажем так, тебя остановили И показали вокруг, что есть там Солнце желтое, небо голубое, травка зеленая Живи и радуйся Вот если бы этим ограничилось То действительно это был бы замечательный фильм Но, к сожалению, там есть и другое Там есть магическое представление И реклама этой магии О том, что подобное притягивает, привлекает подобное Мой поток мыслей, он рождает физическую реальность Реальность этого мира Которая как плод ко мне возвращается Как плод моего мышления Это эпичная магия Но это же банальная психосоматика Сейчас психосоматика, когда мы ограничены своим телом Когда мысль или мое душевное состояние влияет на мое тело И когда я говорю, что вселенная отвечает мне То есть это представление о вселенной как боге Неком безличном боге, который отвечает на мой магический мысленный посыл И я сам формирую, как творец Как обладающий некой силой мысли Формирую эту реальность, которая становится физической реальностью в моей жизни То это уже чистая магия Ну, знаменитая песня Антонова «Поверь в мечту» У меня есть мечта Я ее постоянно кручу в мозгах Я ее, скажем так, пытаюсь материализовать Я ее достигаю Совершенно верно Если это опосредовано вашей деятельностью Но когда вы говорите, что ваша мысль непосредственно формирует Причем даже неважно интересоваться, как вселенная ответит вам И как она выполнит ваши желания Вселенная — это некий услужливый джинн, который исполняет все ваши желания Достаточно только крепко этого захотеть, в это поверить Это декларировать, об этом позитивно мыслить И это само по себе придет Это уже магия Нет, ну как? Я не могу декларировать, находясь в ванной Что я сейчас возьму мыло и мочалку и буду чистить себе спину Она будет чистой Совершенно верно Стоя в ванной с опущенными руками Это уже правильно Это уже не позитивное мышление Это просто мытье мочалки А когда вы будете лежа в ванной декларировать И утверждать даже это вслух Потому что вы будете представлять, что ваше слово обладает некой магической силой Созидательной Будете говорить У меня есть Кадиллак И будете представлять, визуализировать Наглядно представлять этот мыслеобраз Который тоже каким-то образом влияет на вселенную Этот Кадиллак, конкретную марку Конечно же, это должна быть леворукая машина А не праворукая какая-нибудь Кабриолет и так далее Да, да, да Должна быть замечательная машина И вот когда вы постоянно посылаете этот мыслеобраз Когда вы декларируете, что вы уже обладаете этим Кадиллаком Когда вы в это верите Тогда со временем это должно реализоваться Этот Кадиллак у вас каким-то образом окажется В вашей жизни, войдет в вашу жизнь Попадет из сверхъестественного плана или уровня Или мира Попадет в этот реальный мир Материализуется Вот это уже чисто магическое представление Неужели есть люди, которые действительно так думают? Огромная масса людей Да, собственно говоря, весь этот секрет Это и есть одно лишь из проявлений Свет в светской литературе Или в светском творчестве Той самой идеи Подобная притягивает Подобная магическая идея У которой громадная предыстория Если посмотреть историю этого явления Вот, кстати, если вы заметили Ронда Берн, австралийский продюсер Автор фильма «Секрет» и книги «Тайна» Она постоянно ссылается на метафизиков Вот такой-то метафизик сказал Кто такие метафизики? Вы их знаете? Метафизик – это вовсе не в философском смысле А метафизик – это самоназвание оккультного течения Которое появилось в Америке в середине XIX века Родоначальником которого является Финиас Куимби Чезовщик, который увлекся месмеризмом Лекарь-самоучка, целитель-самоучка Праксик, через руки которого прошли Там несколько десятков тысяч человек Он со временем заметил, что вообще говоря Не флюиды, там, стекающие с кончиков пальцев Как ему первоначально казалось Как последователю месмеры Не трансовое состояние человека Влияют на его здоровье А уверенность человека Или вера человека Либо в целитель, либо в способ исцеления И тогда он сделал для себя вот это открытие И отсюда как раз рождается эта метафизика Это течение, о котором я сказал Метафизическое, или еще его называли Новое мышление Оно достаточно распространено И вот это те самые люди, на кого ссылалась Ронда Берн Как на своих учителей Так вот, оно достаточно стало популярным в Америке Во второй половине XIX века В начале XX века И позже христианские авторы Ну, какие христианские? Не протестантские, а американские баптисты А позже и пятидесятники Они заинтересовались этим течением Поскольку они постоянно с ним сталкивались Видели его успех Ну, связанный с психосоматическими заболеваниями, например А позже сюда добавилась и идея процветания Что если я мыслю, если я верю в свой успех То значит, я стану богатым и респектабельным Так в этом же плохого ничего нет Человек хочет быть здоровым Он себя программирует И его болезнь излечивается Человек программирует себя, чтобы быть успешным и богатым Когда он себя программирует Когда он себе внушает Себя подталкивает к этой деятельности Если я, допустим, себе даю с утра установку Что я буду бодр в течение дня Что я постараюсь... Так это же замечательно Это замечательно Это действительно мы в области психологии Но когда я произношу ту же самую установку И утверждаю, что я здоров И утверждаю, что я богат И мысленно это визуализирую Я уже впадаю в сферу магии Так вот, некоторые протестантские авторы Лидеры, они попытались перевести на христианские рельсы Это учение нового мышления Или метафизическое учение Вы пытались его включить в христианство Это, правда, привело к тому Что пришлось несколько подрихтовать христианство Вот, в частности, Кенион Это баптистский проповедник В сороковые годы эту идею Попытался перевести в христианское русло Он заявил, что Христос своей искупительной жертвой Иисус Христос своей искупительной жертвой Уже даровал всем людям Богатство, здоровье, процветание И достаточно только веры в это Он, правда, не обратил внимание, что это магическая вера Так вот, достаточно веры в это Для того, чтобы все это получить Вы будете здоровым, уже должны быть здоровым, процветающим С этим связано то, что вот это магическое учение Оно попало в контекст христианства Неопротестантских различных течений В том числе и в христианской среде Неопятидесятнической, неохаризматической В том числе и в России Некоторые общины исповедуют это учение Так вот, в этом учении Которое мы называем позитивное мышление Или созидающая вера Там есть очень серьезные негативные моменты В частности, люди длительное время Отказывались от медицинской помощи Отказываясь верить в то Что они больны Потому что диагноз Это особая, ну, некая негативная установка Которая может испортить ваш позитивный настрой В частности, Финиас Куимби Основоположник метафизики Нового мышления Он предостерегал людей От обращения к врачам Потому что они своим диагнозом Уже портят вашу внутреннюю установку На то, что вы здоровы Идея-то какая была Что если я думаю, что я здоров Значит, я и физически буду здоров Но иногда же это срабатывает Иногда срабатывает Мы уже говорили об этих моментах О психосоматических заболеваниях А вот когда тяжелые органические повреждения Или, допустим, раковые заболевания То вовсе не всегда срабатывает Или преимущественно не работает Но в таком случае человеку Вот что бы вы посоветовали В данном контексте Где эта грань? Но я понимаю, что грань Это есть либо просто blind face Как называем в английском Слепая вера Либо это негативная коннотация Либо позитивная коннотация Вера без дел мертва Я верю и, соответственно, я что-то делаю Я верю в то, что мое тело может быть здоровым, красивым И я иду в спортзал Я тренируюсь Я сбрашиваю лишние килограммы Так? Совершенно верно Как установка на собственную деятельность Это вполне оправданно Я говорю сейчас именно О бытовом применении Совершенно верно О том, чтобы заниматься спортом Бытовое применение может быть разное Может быть естественное Может сверхъестественное Мы только говорим о сверхъестественном Там, где мы различаем Либо религиозный подход Либо магический подход Конечно, стоит заниматься И своим телом И заботиться о здоровье Более того Религиозный Традиционный религиозный подход Как раз и предполагает Чтобы вы обращались к врачам А вот люди, которые проникаются этим ложным учением, так называемого позитивного мышления, они, во-первых, оказываются в таком внутреннем мире, которым они заменяют реальность происходящего. То есть я должен верить в то, что я уже богат, здоров, а поскольку я богат, я должен декларировать эту веру, им могут посоветовать не стесняться брать кредиты в банки. Они это вкладывают, поскольку вот-вот должен их бизнес заработать, поскольку они это пытаются созидать своей верой, а у них ничего не получается, и в конце концов люди приходят к тяжелому разочарованию. Но бывает еще хуже. Вот, например, такие супруги Паркеры, они в 80-м году, длительное время увлекавшись этой идеей и пребывая в одной из общин движения веры, или слова веры, которое как раз это учение исповедует о созидающей вере, они пришли к тому, что декларировали, пытались декларировать своей верой здоровье своего больного диабетом, тяжелобольного диабетом сына. И они отказывали ему в инсулине. И в конце концов он умер. Их обвинили во время судебного разбирательства в жестоком обращении и в убийстве. И позже, разочаровавшись в этом движении и в этом магическом представлении, они написали книгу «Мы позволили умереть своему сыну». Даже были такие тяжелые последствия того, что человек начинает жить в воображаемом виртуальном мире. Мире, который он создал своим воображением, и который он подпитывает своей верой, как некий мир, который должен стать реальностью физической, материальной для него. Это тяжелое заблуждение. Спасибо большое, Виталий Викторович. Я надеюсь, и мне, и вам немножко стало ясно по поводу такого термина, как «позитивное мышление». В общем, сами думайте, когда, о чем и как. До свидания.